В рамках международной конференции компания Ростелеком представила планы развития сетей связи в Ниньском автономном округе на 2015 год. Среди них масштабная информатизация региона и внедрение удобных электронных сервисов. Доступность и качество телемедицинских услуг возможно только с развитием телекоммуникационной инфраструктуры региона и строительством магистральных линий связи. Телемедицина шагает по всей России. В ее сетях уже есть самые отдаленные населенные пункты страны, в том числе и нашего региона. Но для дальнейшего совершенствования дистанционной медицины, равно как и других сервисов, необходимо развитие современных телекоммуникационных технологий. Поэтому основным направлением работы Ростелекома в регионе станет реализация государственной программы по устранению цифрового неравенства и строительства волокон оптических линий связи до населенных пунктов Лабожская, Коткина, Тельвиска и Оксина. Также будут организованы цифровые спутниковые каналы связи с установкой наземных спутниковых станций в Буглиной и Шойне. Это даст мощный импульс развитию телемедицинских технологий на территории Ниньского округа. Без современной инфраструктуры телекоммуникационной очевидно невозможно предоставление тех сервисов, о которых мы говорим, и телемедицина, и других. Ростелеком также является исполнительным работ по внедрению и сопровождению медицинской информационной системы в регионе. Уже несколько лет в округе работают такие сервисы, как лабораторная информационная система, электронная регистратура и дополнительное лекарственное обеспечение. Для жителей округа доступен удобный сервис электронной записи к врачу. На данный момент жители округа имеют возможность записаться к врачу через интернет на портале ДОХР-83, также через портал ГУСУ, либо по средствам информации нашего. Ростелеком принимает большое участие в информатизации здравоохранения Ниньского округа. В этом году компанией проведена модернизация ведомственной сети связи управления здравоохранения. Проложены волоконно-оптические линии связи до окружной больницы и ряда других объектов здравоохранения. Алина Ваучейская, Ирина Цепитова, Александр Дуркин, Телеканал Север.